ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вам не нужно тратить кучу денег на его покупку. Все намного проще. Мы вам расскажем, как приготовить скраб для рук в домашних условиях. Сделанный собственными руками, он будет не только безопасным для вашей кожи, но также и очень эффективным. Для того, чтобы приготовить реально очень действенный скраб для ваших ручек, который поможет сберечь молодость вашей кожи, вам понадобятся следующие ингредиенты в таких пропорциях. Две столовые ложки обязательно коричневого сахара, одна столовая ложка оливкового масла и столько же обычной корицы. Все эти ингредиенты нужно очень тщательно перемешать. Желательно в стеклянной посуде и оставить на некоторое время, чтобы он немного просто постоял. Запах такого скраба просто потрясающий. Позже этот скраб легкими движениями нужно втирать в кожу рук и помассировать примерно минуту или две. После смыть скраб и хорошенько помыть руки под проточной водой. Также после скраба можно нанести на руки увлажняющий крем или вазелин, надеть хлопчатобумажные перчатки и дать время, чтобы крем впитался в кожу. Уже спустя час ваши руки будут очень гладкими и нежными, будто вы побывали на спа-процедуре в салоне красоты. Но крем наносить не обязательно. Даже после скраба вы ощутите, что ваши руки стали более гладкими и, конечно же, сохранится запах корицы и сахара. Чтобы увидеть эффект от скраба, лучше всего пользоваться им через день. И уже спустя несколько процедур вы увидите потрясающий результат. Ваши руки станут очень нежными, а кожа шелковистой. С помощью скраба вы избавитесь от всех омертвевших клеток. Также ваша кожа станет более эластичной и будет оновленной. А это значит, процесс старения будет замедлен. А благодаря оливковому маслу, которое входит в состав домашнего скраба, ваши руки будут всегда увлажнены. И поверьте, домашнее средство, сделанное всего за пару минут, куда эффективнее купленных в магазине и в составе которых всегда есть химические добавки. Но не только скраб или увлажняющий скраб помогут сохранить молодость кожи на руках. Кроме этого, нужно придерживаться и других правил ухода за кожей. А именно, выбирайте увлажняющее мыло, поскольку обычное и антибактериальное мыло очень сушат ваши руки. Никогда не мойте их в очень горячей воде. Это плохо. Лучше всего, чтобы вода была комнатной температуры. Такая, слегка теплая. В ледяной воде тоже не стоит мыть ваши ручки. Для красоты ваших рук важно также ухаживать и за ногтями. Увлажняйте кутикулу разными маслами. Можно даже просто смазать кутикулу оливковым маслом, чтобы немного увлажнить. Для красоты вашей кожи и для замедления процессов старения также важен водный баланс в организме. Поэтому не забывайте пить воду на протяжении всего дня, ведь недостаток воды приводит к сухости, а это в первую очередь влияет на кожу рук. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Страничка в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.